Благословен Бог наш, всегда ныне и пресной во веки веков. Аминь. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Здесь не действует устав и стираются границы воинской субординации. В бывшем КПП, а теперь в часовне в 6 квадратных метров, солдаты, прапорщики и офицеры все равны перед Богом. Свою службу здесь несет отец Андрей, помощник командира по работе с верующими военнослужащими. Должность не военная, но обязанности не менее ответственные. Помогать преодолевать тяготы лишения воинской службы. Человеку дать возможность ощутить себя именно защитником, воином, чтобы он никаким образом не озлобился, не начал стрелять направлению. Таких случаев уже очень много. Когда человек несет, допустим, срочную службу, и ситуация доходит до того, что он в оружейке берет автомат и своих служитцев расстреливает. Чтобы этого не было, он должен быть духовно просто крепким, потому что многие вопросы решаются именно на духовном уровне легче, проще и вообще безболезненно совершенно. В духовной крепкости нуждаются все, но особенно новобранцы, которым еще долгое время привыкать к армейской жизни. Они посещают еженедельный молебен и помогают отцу Андрею следить за порядком в часовне. Для срочника Сергея Кузнецова наличие военной части православного уголка стало приятным открытием. Молодой человек не скрывает, что до армии регулярно посещал храм, поэтому уже в стенах части хочет продолжить свое религиозное воспитание. Такие минуты есть, когда все равно надо свечку поставить или просто обратиться к Богу. И ты также в любое время можешь прийти сюда и это все сделать, попросить, не на службу сходить, отстоять, чтобы все было у тебя хорошо. Проводить обряд крещения, совершать службу, освящать и благословлять. Помимо этих самых обычных обязанностей священника, у отца Андрея есть и специфические. Выезжать вместе с частью на боевые учения, а также по просьбе военнослужащих неправославной веры устраивать им встречи со священнослужителями других конфессий. И хотя обязанности военного священника частично отягощены армейским укладом, служением в стенах военной части отец Андрей доволен. Непривычный для священника уклад жизни в части – это испытание, которое позволяет ему открывать новые возможности и в себе, и в тех, ради кого он здесь.